Совсем недавно я приобрела колье «Ночной гематит» бренда ювелирной бюджетерии «Норфин» компании «Рифлейм». Покупка была спонтанная, просто я очень люблю гематит. И когда увидела в распродаже данное колье, то его приобрела. То есть у меня не было такого длительного вынашивания замысла его купить или не купить. Когда я его увидела, приобретала я, надо сказать, что с небольшого экрана, с гаджета, с небольшим экраном, и мне показалось, что украшение будет в форме черного сердца гематитового. Но по факту казалось, что камень во вставке не в форме сердца, а просто овальный. Ну, это даже к лучшему, но просто такая информация для тех, кто тоже будет заказывать с небольших экранов. Это не сердце, а это будет такой вот овальный камушек в виде капли. И действительно, если мы посмотрим на коробку, коробки, кстати, обычные, стандартные, картонные для данного бренда. Единственное, что есть, я так понимаю, различаются годом выпуска коллекций. Есть коробочки с большим шрифтом и с небольшим. Вот данное колье, оно в коробках с небольшим шрифтом. Коробки темно-синего цвета, с серым необъемным шрифтом. Название бренда Норхен, компания Reflame. И вот сзади мы можем увидеть, что в оригинале это украшение называется гематитовая капля. Колье гематитовая капля. Разработан дизайн в Швеции. Само украшение произведено в Китае. И дата указана сентября 2021 года. Снимаем верхний чехол картонный. Под ним тоже картонная, очень плотная коробка. Уже серебристым, слегка вогнутым шрифтом названия бренда и компании. Больше никаких на коробочке нет сведений дополнительных. Внутри тоже все в темно-синим цвете выполнено. Колье было упаковано в шлестящую бумагу. И сопровождалось такой маленькой книжечкой, в которой рекомендации по уходу за данными украшениями. Ну, как видите, такой очень-очень мелкий и бледный шрифт. Но тут информация о том, что коллекция украшений создана эксклюзивно для Reflame. Не предназначена для ежедневного ношения. Избегайте длительного контакта с водой, бытовой химией и или парфюмерией. Это будет и вся информация полезная из этой книжечки. Теперь само украшение, оно находится, находилось вот свернутое в бумагу. В таком мешочке тоже очень плотном, на самом деле. С серебристым логотипом бренда Norhen, серебряными кисточками. Все знают, кто приобретал прошли этого бренда. Это такой стандартный дизайн. Вот. Вот так вот выглядит сама подвеска гематитовая капля. Сама вставка, сам гематит, такого характерного для него вида. Темно-серый, практически черный, с характерным для данного минерала металлическим блеском. Вставка покрытая гранями, поэтому она очень хорошо отражает свет. И ее нельзя не заметить. Она даже на темной одежде блестит, выделяется. Сама подвеска состоит как бы из двух частей. Непосредственно гематитовая вставка. Она находится на металлической подложке. С рельефом и с нанесенным в нижней части логотипом бренда Norhen. И вот эта вот подвеска, сама вставка, она закреплена тремя лапками. И соединена с декоративной частью, в которой я насчитала 7 стразиков. Но, может быть, их и 8, потому что стразики здесь перемежаются с металлическими рельефными выпуклостями, из-за чего блеск усиливается. И я даже с увеличительным стеклом не могу точно сказать 7 или 8 здесь вставок. Ну, что касается вставок, то это просто стекло. И вот эта вот вставка, подвеска, она прикреплена еще к декоративному элементу, похожему на крючок, в котором тоже то ли 7, то ли 8 вставок. И на задней поверхности, если перевернуть или посмотреть боком, видно, что этот крючок декоративный, он очень выпуклый, выгнутый. И я сильно переживала по поводу того, не будет ли это колье на шее постоянно заваливаться на бок. Видно, что он так вот немножечко сбоку на бок перекатывается. Но на самом деле, к моему удивлению, именно когда это украшение находится на теле, оно достаточно плотно прилегает, а сам крючок, он формирует как-то такой небольшой угол между вставкой и вот этим крючком. Вот так вот эта конструкция выглядит точно так же, когда она прилегает к коже. То есть крючочек немножечко под углом вниз находится наклоненный, и вставка, она прилегает плотно к коже. Кстати говоря, очень интересно, что сделали подложку металлическую, потому что я вот читала, что гематит, он имеет свойство нагреваться, потому что содержит большое количество железа и может даже обжигать кожу при высоких температурах. Но на самом деле я, как человек, который любит гематиты, я носила такие украшения местных мастеров, которые были вот без подложки, то есть металла не было, а камень непосредственно контактировал с кожей. И наверняка многие знают магнитные браслеты с гематитом, поскольку, опять же, из-за того, что этот минерал содержит в себе большое количество железа, то говорят, что он обладает слабыми магнитными свойствами, и поэтому очень часто делают браслеты лечебные. Ну, я не знаю, честно говоря, насколько они лечебные, но, во всяком случае, их используют для нормализации давления. И такие браслеты, они тоже без металлической подложки, и люди носят, но, честно говоря, ни разу не сталкивалась с ожогами от гематита, но говорят, что такое бывает. Может быть, у нас просто недостаточно высокие для этого температуры. Возвращаясь непосредственно к украшению. Коленочной гематит. Если почитать на сайте компании состав этого продукта, то можно узнать, что это латунь с родиевым покрытием, это стеклянные стразы, и это гематит, реконструированный из натурального. И вот это очень интересный момент, потому что, если почитать на сайтах ювелирных, то там пишут, что реконструированный гематит относится к искусственным материалам, несмотря на то, что он действительно содержит в себе элементы гематита натурального, но серьезные ювелиры уже этот материал относят к искусственным. А бренд Норкин себя позиционирует как бренд, который производит украшения из натуральных камней. Ну, что такое, по сути, реконструированный гематит? Это крошка, какие-то отходы от производства из действительно натурального камня гематита. В общем, такой весь мелкий материал, его превращают в порошок и спаивают, прессуют. Могут добавлять клей, смен для того, чтобы удерживать более плотные частицы вместе. И при высоких температурах это все спрессовывает такой единый материал, конгломерат. И потом уже из него производят украшения. То есть, если рассматривать под микроскопом, то здесь можно увидеть и пузырьки, и места склейки. Ну, видишь, что это неоднородный материал, не настоящий минерал, который в природе-то были. Но чисто визуально, конечно, он абсолютно ничем не отличается. Может быть, по прочности будет немного уступать. Но гематит сам по себе такой вот камень, который если ронять, то высокий риск, что он разобьется. Поэтому в данном случае тоже разница не сильно большая. Твердость этого минерала 5,5-6,5 по шкале МОАСа. Поэтому, в принципе, он к твердым не относится. Вообще, поделочный это камень, конечно, не драгоценный, не полудрагоценный даже. И представляет собой, по сути, одно из самых основных железных руд. Красный железняк. Это оксид железа, феррум 2О3, который также известен как железный блеск, металлическая слюдка, вот такие его названия. И говорят, что есть камни с более выраженным красным цветом. Их называют голубиная кровь. Не путать с рубинами голубиной крови. А вот гематит тоже есть под названием голубиная кровь. Но, если честно, никогда такого не встречала. Может быть, он больше ценится, вероятно. Вообще, почему гематит, камень, выглядит практически черным? Но, на самом деле, если расколоть камень, или если есть на руках камень со сколом, либо не полированный, потому что гематит его обычно всегда полирует, потому что так он выглядит более декоративно. Если же его не полировать, то, проводя по бумаге, можно получить красный цвет. То есть, по сути, это черный, это очень насыщенный красный цвет. И вода после обработки, когда полируют этот камень, обрабатывают, вода тоже становится красной. Ну, если говорить о каких-то особых свойствах этого камня, то я, честно говоря, в это все не верю. Но можете сами понять, что камень, который практически черного цвета, и окрашивает воду в красный цвет, и сам по себе оставляет красные следы, то, конечно, его люди наделяли целой массой вымышленных каких-то свойств. Якобы он обладает большой энергетикой, по большей части ему темную энергетику приписывают, конечно, с такими-то свойствами. Я, например, люблю этот камень, я его ношу, хотя пишут, что камень подходит сильным людям, слабым его не рекомендуют сносить, но какие критерии силы слабости людей, никто их точно не знает, как вообще людей можно делить по таким критериям. Поэтому я так считаю, что нравится камень, и нужно его носить. А не нравится, то не надо себя заставлять, какие бы там свойства чудесные не приписывали. Еще возвращаясь к самому украшению, цепочка длиной 43 см плюс 7 см дополнительная, которой можно регулировать длину плетения. Честно говоря, я не знаю, как оно называется. Ну, такие самые обычные звенья. Если так просто на него посмотреть, ну, не сильно такое замысловатое плетение. Замочек тоже стандартный для бренда, вот, и, к сожалению, видите, во-первых, есть зазор в этом замке. Теоретически могут быть проблемы с тем, что украшение может где-то потеряться. Но меня больше беспокоит то, что замок достаточно тугой. Ну, вот я очень сильно сейчас давлю, и я еле-еле приоткрываю этот замок. То есть для меня это туговато. Кроме того, если тут внимательно присмотреться, то можно уже видеть такие потемневшие участки, где покрытие стерлось. Ну, это я сразу заметила, когда достала из коробочки. Поэтому я не могу сейчас сказать, насколько будет износоустойчивым данное украшение. Но подозреваю, что покрытие будет сниматься достаточно быстро. Также, в принципе, можно увидеть, что и подвеска с названием, с логотипом, точнее, бренда Norkin, она тоже уже слегка потемневшая. Находится, кстати, подвеска на той части, которая добавляет длину цепочки. Вот такой интересный, конечно, получился продукт у бренда Norkin. С одной стороны, вроде как бы он произведен из натурального камня, с другой стороны, не совсем из того камня, который добыли в природе, а камня, который уже, в общем, остатки от обработки натурального камня. Колье входит в состав комплекта. Есть еще серьги. Они выглядят примерно так же, как и подвеска вместе с крючочком. Размер подвески, кстати, 3,6 на 1,2 см. Это вот так выглядит, если сравнивать со спичкой примерно масштаб. То есть это достаточно небольшое колье. Но, по-моему, компания хочет за него слишком много денег. Даже по распродаже я не могу сказать, что она была совсем поброса в цене, хотя, конечно же, дешевле, чем в каталоге. Код для заказа 44-837, если кого-то заинтересует. Но мне кажется, что это не тот минерал, ради которого стоит приобретать данное украшение, в том плане, что очень многие магазины, которые занимаются изготовлением украшений, из натуральных камней, они действительно делают украшения из натурального гематита, добытого в природе. Потому что, как я уже говорила, это абсолютно недорогой камень, недоступный, широко распространенный вообще повсеместно, по всей земле. Ну, то есть это железная руда. Из него железо добывают. Один из основных источников железа. Поэтому нет никакой проблемы для того, чтобы добыть натуральный гематит. Из него сделать какое-то, может быть, авторское интересное украшение. Ну, так-то оно, конечно, миленькое. Я ничего не могу сказать. Меня дизайн устраивает вполне. Украшения нравятся. Но, опять же, мне кажется, что если у кого-то там в городах имеются такие мастерские, у нас просто есть, например, в городе, то можно даже, мне кажется, заказать что-то и более интересное, более оригинальное.